Это такой блендер для воздуха. Что мне не нравится в машине, это то, что делают с ней американцы. Извиняюсь за эту формулировку, а вы можете вести трансляцию в свой поездки. До сотни эта машина разгоняется за 2,8 секунды. Имея 140 миллионов рублей, вы можете прожить всю жизнь и при этом быть в 4 раза богаче среднестатистического россиянина. Или вы можете спустить все до последней копейки на покупку машины, но не простой, а вот такой. Наша передача только про самые дорогие машины, которые вы можете купить и перед вами. Lamborghini Centenario. Она стоит 140 миллионов рублей. Плохой журналист обязательно бы начал с того, что значит это имя. Например, он бы сказал, что это означает столетие. Именно в честь такого юбилея со дня рождения Ferruccio Lamborghini названа эта машина. Вообще, когда видишь ее, хочется сказать на итальянском что-то простое и незатейливое. Всего их было выпущено 40 штук, 20 купе и 20 родстеров. Это, как вы видите, купе. И это уже вторичная продажа. То есть предыдущий владелец ее приобрел в районе 2016 года, сейчас он ее продает. Продает, естественно, дороже. Он пытается заработать на ней в районе 500 тысяч долларов. И он это сделает. Что мне не нравится в машине, это то, что делают с ней американцы. Вот, например, вот эти оранжевые габариты, они по закону должны присутствовать на машине. Мне кажется, что выглядит это здесь немножечко неказисто. То есть на европейских машинах таких габаритов не будет. Это полностью светодиодная оптика, на которой написано Lamborghini Light Design. Ну и она тоже выполнена в стандартных V-образных таких паттернах. И выглядит круто, что тут скажешь. Функционала у этой машины, конечно, немного. Вы можете на ней ездить каждый день и даже получать огромное удовольствие. Но только никогда вам приходится парковаться где-нибудь или ездить по тесным городским улицам. Посмотрите, как необычно открывается багажник. Он на поворачивающихся петлях. То есть он начинает выходить за собственные габариты, когда открывается. Собственно, предполагается, что эта машина будет частым гостем трека. Потому что здесь даже нет багажника. Здесь отсек для шлемов. Ну, давайте посмотрим, сможем ли мы увидеть на треке хотя бы одну такую машину. Я в этом, честно говоря, сильно сомневаюсь. Чентенарио построен на том же карбоновом монококе, что и Lamborghini Aventador. И вообще у него схожая техническая база. Например, под капотом находится тот же авентадоровский двигатель V8 770 сил. Но он форсирован, соответственно. Мощность выше, чем у Aventador. Но в отличие от Aventador здесь, например, задние полноуправляемые шасси. То есть задние колеса поворачиваются. Это первая модель Lamborghini, на которой это произошло. На малой скорости они поворачиваются в противоположную. С передним колесом в сторону, а на большой скорости в ту же. Для того, чтобы улучшить маневренность и управляемость машины. Сейчас этим никого не удивишь. Например, на Урусе вся та же самая система. Но тогда, в 2016 году, это было новинкой. В салоне, собственно, это примерно тот же Aventador. Вся передняя панель очень-очень похожа на Aventador. Отличие только одно. Посередине здесь имеется большой информационный дисплей, на котором в данный момент, вы видите, мы выявили распределение крутящего момента и загрузку аэродинамики. Да, здесь на мониторе можно увидеть, насколько сильно загружена машина спереди и сзади. На аэродинамику работает заднее антикрыло. Оно регулируется на угол 15 градусов, дополнительно загружая заднюю ось. Ну, с аэродинамикой, разумеется, у этой машины все в порядке. В остальном, центральная панель представляет из себя все то же самое, что в Aventador. По центру это кнопка запуска двигателя. Здесь мы можем выбрать три разных режима. Strada, Soft и Corsa. Strada – обычный дорожный режим. Sport – это нечто среднее. Corsa – это гоночный режим, при котором система стабилизации полностью отключена. Все, как в Aventador. Несмотря на то, что это гоночные ковши, вы можете сюда поставить детское кресло. Для этого есть крепеж позади этого ковша. А еще здесь есть камера, которая в стандарте уже установлена позади, прикручена к монококу. Сейчас я вам на нее посвечу. Вот так она выглядит. Вы можете вести трансляцию с любой своей поездки. Не думаю, что большое количество этих машин мы можем увидеть на гоночном треке. Скорее всего, их там никогда не будет. Потому что если разбить такое, ну это будет... Но тем не менее, эта машина заточена на спорт. Поэтому некоторые спортивные фишки здесь так или иначе должны присутствовать. Руль, кстати сказать, полностью от Aventador. Единственное, что его отличает, это опять же цветовая комбинация. Семиступенчатый робот ISR, который управляется лепестками под рулем. К сожалению, с одним сцеплением, но довольно крутой робот, который справляется с этой мощностью. Под капотом, как я уже сказал, V12. Да, я здесь, мам. Сейчас приду. Крутится он до 8600 оборотов в минуту. Это просто безумно. Разгоняется эта тачка за 23,5 секунды. Да, ты не ослышался, за 23,5 секунды. Потому что это разгон до 300. До сотни эта машина разгоняется за 2,8 секунды. И это на уровне Porsche GT2 RS, который мы недавно снимали. Вот здесь я поставлю ссылочку на тот ролик. Ну что, бандиты, сегодня обзор у нас сексуальные сухи с вами. Вы писали в комментах, чтобы мы сделали обзор на Lamborghini Chantanario. Пожалуйста, вот он перед вами. Но справедливости ради надо сказать, что в Москве мы такую машину отыскать не смогли. И волей у судеб приперлись сюда, в солнечную Флориду, для того, чтобы здесь, в автосалоне Prestige Imports, ссылочку на которую я, кстати, оставлю в описании, отыскать эту машину. Эта машина, конечно, не самая легкая. И она не создана для того, чтобы ставить рекорды на Нюрнбург-ринге. Это все-таки такой GT-автомобиль. Но, тем не менее, нотки облегчения, извиняюсь за эту формулировку, здесь присутствуют. Например, так же, как в Porsche GT2 RS, который действительно создавался для гонок. Здесь вместо дверных ручек вот такие вот ремешки. Ну и все, в общем, выполнено в таком стиле, который намекает нам на автоспорт. Мол, ничего лишнего. Ну, наверное, в салоне на этом все. Давайте заглянем в багажник, посмотрим на какие-то внешние элементы. Потому что внешне эта тачка отличается от Авентадора и от чего бы то ни было другого намного сильнее, чем внутри. В нашем следующем выпуске вы увидите самый дорогой джип Wrangler по имени Вандау. Какой следующий выпуск? Уже и Lamborghini, и эта машина уже вышли уже на Мегафоне. Я все посмотрел, ребят. Нафига вы смотришь? Иди снимай свое что-нибудь. Это правда. Во-первых, наши ролики выходят еще и на Мегафон ТВ. Во-вторых, вы можете увидеть их там раньше. Просто переходите по ссылочке в описании. Давайте, например, посмотрим на эти диски. Это такой блендер для воздуха. Смотрите, они состоят из двух частей. Первая часть, она как вентилятор, как пропеллер, рассекает воздух. И под ней, если мы, допустим, возьмем вот эту ленту и пропустим, мы увидим, что это как бы отверстие. Что это аэродинамическое отверстие. То есть, этот диск выполняет функцию пропеллера, отбрасывая горячий воздух от тормозов и не оказывая большого аэродинамического сопротивления на высокой скорости. То есть, каждая деталь этой машины нацелена на функциональность. С одной стороны. С другой стороны, это невероятно красивый дизайн. Тормоза здесь карбон-керамические. Причем на заднем диске два суппорта. Один для ручного тормоза, который гидравлический очевидно. И другой суппорт, это четырехпоршневый суппорт основной тормозной системы. Капот открывается здесь не как на Lamborghini Aventador. Кстати, вот вам подсказочка на тот ролик, который мы снимали про Aventador. Если помните, мы там даже с Илюхой устроили батл. Сколько времени мне потребуется, чтобы найти, как открывается капот. По-моему, мне потребовалось минуту или что-то вроде того. Здесь капот открывается намного сложнее. Он типа выполнен в спортивных канонах. Для этого нужно ключом повернуть несколько вот этих вот отмычек. И поднять весь углепластиковый капот. Соответственно, отнести его от машины в сторону. Просто дань спорту. Не знаю, нахрена это нужно на машине, которой владеют обычные люди, не относящиеся к автоспорту. Как, скорее всего, и в этом случае произошло. Соответственно, сейчас антикрыло поднято в режиме максимальной атаки находится. Ну, а на низких скоростях и в ситуациях, когда такая прижимная сила не нужна, оно убирается и становится единой поверхностью. Мне лично эта машина безумно нравится сзади. Посмотрите, мало того, что у нее невероятно развитый задний диффузор, который состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Все это полностью карбоновое. Здесь какие-то светоотражатели. В общем, это все выглядит очень футуристично. Так еще и фирменный Y-образный вот этот вот задний фонарь. Вытянут и превращен практически в монобровь. Но здесь этого не произошло. Здесь присутствует такой карбоновый элемент, на котором написано Lamborghini. И это просто безумно. И вот здесь еще мы видим дополнительный стоп-сигнал посередине. То есть все это превращается в такое футуристичное световое шоу. Кстати, раз уж эта машина стоит так дорого, мне интересно спросить, что бы выбрал ты? Lamborghini Centenario или Bugatti Veyron? Давай устроим небольшой батл и через неделю подведем итоги о результатах. Напишем в описании к ролику, так как мы делаем это обычно. Напиши, что бы ты выбрал Centenario или Veyron. Стоят они примерно одинаково. Вообще до этого дня я считал самым красивым Lamborghini Aventador. Но после того, как увидел Centenario, понял, что у него не самая продуманная, в общем-то, аэродинамика. Видите, здесь только несколько функциональных отверстий, которые охлаждают радиаторы, тормоза там и все такое. А вот посмотрите, как это все устроено у Centenario. У него здесь такая двухэтажная губа с нижним карбоновым сплиттером. Все вот эти вот отверстия, они функциональны. И эта вся конструкция служит не только для минимизации сопротивления воздуху, но и для того, чтобы сильно нагружать переднюю ось. Происходит это следующим образом. В отверстие попадает воздух, который выводится через воздухоотборники, наверное, в багажнике. За счет чего происходит прижим передней части машины. И, конечно, вот эта вся инженерия, она попросту красива. Продукт, который сделан с душой. Пока мы снимали, в Майами наступила ночь, и шоу-рум Lamborghini опустел. Нам тоже пора домой, поэтому давайте попробуем послушать звук этой машины в записи. Ибо если мы заведем ее здесь, разлетятся все стекла к чертовой матери. А вам большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будет только интереснее. Продолжение следует...